Всем привет, с вами Димон на первом игровом. Как я обещал, хочу показать два матча, который я утром доиграл на своем путешествии Hot Champions 3 сезон. Сегодня утром сыграл два матча и очень был большой поиск, но соперник у меня нашелся. До этого я два матча крайних выиграл, ну и вчера соперник вышел. Я думаю, все-таки доиграю утром, потому что было бы лучше с хорошим настроением завершить стрим. Ну вот и решил на эти два матча доиграть с утра. Да, долго соперник искался, находился, нашелся. Будем испытывать удачу и будем надеяться на хороший поединок. Соперник из Мегадес, с Латвии. 32 пинк у нас повышенный, да, повышенный был. Ну, первое обрасывание за нами. Никуда в молоко. Проброс. На обрасывание. Ну, я сразу приметил, как-то и обрасывание хорошо получается и все у нас получается в пасах. Думаю, соперник должен быть легкий, но, как всегда, что-то иногда бывает наоборот все. Ну, пока проблем не видим. Средняя зона мы. Соперник уходит, ошибается, лечит подходы. Очень много от синий сейчас в последнее время залетает защитниками, но мы ищем пути подхода. Через центр ошибка и контратака. Соперник уходит в зону. И у нас шайба. Быстрая контратака. Макар. Еще. Мы тут ошибаемся. О, хорошо, что у нас клюшка позволяет достать наличие. Не проходит финт. И тут у нас силовым забирают, и мы просто теряем шайба. Ну, наверно, успеем. Успеваем. Такое замешательство и удаление. Ну, как же без удаления? Это наша болезнь. Так, меньшинство. Набрасывание. Моранс. Пока получается, идем в атаку. Бросок и мимо штанги. Пролетает шайба. Соперник сразу же урывается. У него большинство надо закрепиться в зоне. У нас Маркстром на месте. Ну, не знаю. Волнительно, не волнительно, но это первый матч. Я утром проснулся. Попил чайку. Индийского. Хансен. Бросок. Вот. Грецкий. Нет, не получается. У нас шайба все равно. Борьба. Убили время. 30 секунд остается у меньшинства. Финт использует. И бросок Марксом на месте. Кто-то тут дул лосипом бы не в борт, бы шайба пошла бы, а то был бы гол. Кто-то направил шайбу. Ну, все у нас равны составы. Идем в атаку. Грецкий у нас хорошо тут. Везде он сбивает. А уже середина первого периода. Бержерон. Ошибается. Ну, смотрю, парень тоже моменты имеет. Так. Восемь до конца. Тут мы их перехватили. Ошибка в средней зоне. Выбираем. Выбиваем шайбу. Тычком. Главное, что без нарушения. Ну, вообще, я говорю, я всегда как бы и стараюсь. Вот видите, удалился. Штраф. Я стараюсь, когда присматриваться к сопернику. Ну, не с такой страшной, как были до этого. Можно играть так. Ну, что у нас сбрасывание? Мы его не выигрываем. Потеря-потерь. Ну, тут сам ошибается соперник. Волнительно для него здесь какие ошибки. И он мы завершаем. И 1-0. Это нас забивает Хедман, если не ошибаюсь. А, Макдэвид. Грецкий передача. Грецкий Макдэвид. Я сам показал, не увидел. И опять прорываемся. Не развели воротаря. Хедман на... Вот тут ошибка. Через защитника. Вот мы тут. Без проблем. Он продолжается. Вот так ошибается этим в контратаку. Открылся игрок. Макдэвид. Хороший финт. Вертушка. Мельная... Вертушка, да? Да. И замыкается на Мэттьюса. Ну, 2-0. Концовка первого периода. Он уже... Пока без проблем. У нас все... Вот тут опять нарушает, да. или это волнение, или, можно сказать, больше как человек психует, наверное, и начинает удаляться, не контролировать себя, злиться, можно сказать, так. Неправильно полетела шайба в направлении, то с силовыми нас тыкают, мучают, убивают. Мы владеем шайбой, у нас большинство до конца первого периода будет. Тут не прошла шайба, продолжаем атаку, шайбы теряем, и соперник пробует убить время, остается у него 50 секунд, и у нас в минутах до конца первого периода, вот тут не замыкнули, был шанс. Мы тоже прошли. Ах, тут хотел сыграть на замыкание. Что, соперник отыграл меньшинство без шайбы в своих воротах? Мы попробуем в девяточку пробить и уходим на перерыв. Пока, по впечатлениям, можно играть. Он прыгает все равно как-то так. Делали мало бросков. Ну и второй период. Как всегда, посмотрим, удивит нас или не удивит. Нас обычно третий удивляет. Наша шайба, наше бросание. Идем через центр. Мэтьюс нас убивает. И мы не сделали передачу. Вот тут, смотрите, сразу же контратака. Входит в зону, держит шайбу. Я начинаю бросаться на шайбу. И вот здесь вот ошибка. И приводит к тому, что в начале второго периода соперник сокращает отставание. И я начинаю думать, блин, как-то изменилась игра. Думаю, ну блин, не может быть, что я его контролировал, все делал. А тут бац. И уже пропускаю шайбу. Ошибка моя, что кинулся. Там в защите плохо сыграл. Но тут у нас не прошло замкание. Сейчас у нас ничего не получается. Так. Продолжается атака. Соперник. Вот, смотрите, сейчас будет опасно. Вот, повезло. Мне сейчас он опять за воротами играет. И смотрите. Вот так. 2-2. Малкин. Сравнивать счет. Я думаю, ё-моё, что-то знакомо. Что-то знакомо. Начинаем менять стратегию. И жду, жду. Что все-таки я смогу. По второму периоде. Все-таки сравнять. Но уже не сравнять. Хотя бы выйти вперед. Потому что вел 2-0. А тут 2-2. Игра сразу поменялась. И соперник оказался не таким простым, как и оказалось в начале. Вот я говорю, все обманчиво. И что меняет в игре. Я вот этот матч. Хочу сказать, он особенный. Тем, что вообще специфический. Как он все матчи проходит со мной. Сразу ты ведешь. Потом соперник сравнивает. Начинаешь ошибаться. И он там или вперед выходит. И все-таки ты успеваешь отыграться. Очень много таких матчей. Почему иногда я бываю. Бесят они. Вот тут уже ошибка каким. Ошибся. Дал передачу назад. И долг должен быть в гол. Вот тут у нас начинается приключение. Прекрасной игры. Вот тут девяточка почти. Почти вырезала шайба. И как-то все поменялось. Возможно, нас изучили и поменяли стратегии. Или кто-то все. Вот видим, как все. Я такой думаю, да ну нафиг. Камбэк. Три-два. Я беру тайма. Вот и думаю, да не может быть. Я тебя узнаю. Я тебя узнаю, игра. Но мне не было весело, конечно. Я начинаю думать, что не то. Ну как? Середина второго периода. Мы уже проигрываем три шайбы. Как-то вот заметно, что нервозность такая. Как бы зажали. Но у нас есть еще шанс. И любимая, любимая шайба Макдэвид. Вот все. Мы сравняли. Три-три, думаю. Ну все. Я герой. Я нормальный пацан. Все. Три-три. Макдэвид. Две шайбы. И сразу же от веточка. 4-3. Да ну нафиг. Да что это такое? Да не может быть. Четыре шайбы отыграл во втором периоде наш парень, который проигрывал 2-0 мне. Да. Ничего не бывает. За пол игры. За пол периода накидал мне. Мне надо. Надо что-то делать. Выходить из ситуации. Ситу Йовина у нас. По-другому он заиграл. Видно было. Как бы я. Пытаюсь изменить, поменять, чтобы выйти из этой ситуации. Неприятно, конечно. Но что ты сделаешь? Это прекрасный хоккей. Ну вот соперник тоже стал играть интересней. Но тут ошибается. И у нас есть шанс. И мы его выпускаем, потому что шайба тут не замыкается. Вот все у нас пока не получается в этом периоде. Проклятый период этот. Второй. Еще удаление заработал. Я думаю, как-то в стиле Димона удаляется Димон. И бросание. Вот тут мне повезло, что в шайба упала у игрока. И сейчас я уже вижу, что не просто соперник. И по всем показателям крепкий орешек. Потому что имеет и стандарты. И как бы видно, что с защитниками уже другая игра, другой рисунок. Это второй период. Я думаю, это тот же человек или это что-то игра помогает. Или это я так отнесся к этому матчу. Вот так все легко. Ну и продолжаем в меньшинстве тоже огрызаться. Пока без нарушений. В этом моменте меньшинства. Пасы. Броски Маркстром нас выручает. Тут сразу остается 5 секунд. И мы будем равны составу. Еще возможность поменяться игрокам. Но потеря шайбы мог бы просить поворот. Но не получается. Ну вот минута второго периода, который все перевернул. Мы ввели в первом 2-0. А тут уже 4-3 накидали шайбы о войсковке. Что-то уже в концовке и успокоили соперника. Ну что, второй период завершается. Поиграем одну шайбу и идем на перерыв. Поменял тоже все в атаку. Потом 1-3-1. Все в пассив поставил. И вот так 4 шайбы. Закомбетчил я. Смог 3. Чудо чудное. Поехали дальше. Третий период. Посмотрим, чем эта сказка. Волшебство соперника завершится в этом периоде. Брасывание за нами. Тоже хорошо. Через центр не прошла. В средней зоне. Заходят в зону по флангу. Будет от защитника по-любому. Я встаю на пути по шайбам мимо. И по бортику буду. Нет, по центру пошел. Мэтьюз. Передача. Ах, не точная. На защитника. И тут ошибка. Повезло, что не реализовал. Да, тут, сейчас смотрю, соперник такие моменты фукает, профукивает. Да, пытаюсь сразу переключиться, потому что отбрасывание не нащупал, не нащупал отбрасывание. Выталкиваю. И вот вижу открытый игрок. Кутерье. Бросок. Нет, мимо. Мимо, мимо, мимо. Бросок. Еще раз. И хороший момент розыгрыша. И у нас Кутерье выводит. Сравниваем команду. Команда наша 4-4. В начале третьего периода. Вот уже что-то у нас уже лучше. Сейчас уже мы лучше играем, чем соперник. Да, как-то все. Думал, ну как этот матч. Просто показатель того, что крепкие игроки там среднего класса. Они будут биться. И интрига будет до конца. Будет возможность и мне сыграть. Кто-то будет точнее у соперника игроки. Поэтому 4-4. Так, брасывание за нами уже через. Пытаемся зайти разных. Ведем шайбу. Ошибаемся. Все равно наша шайба. Сейчас я по игре уже чувствую свое преимущество. Вот все и получается. Вот здесь не повезло. Реально повезло в этом моменте. Что-то мимо игрок. Ну я не тушу из челюст. Пробую, пробую. И вот тут не получается добавить. Середина третьего периода. Пробуют на Макстрома. Шайбу далеко не отбивают. Тут опять пробуют через защитника. Мы на линии. И сразу же бортик. Но думал, что мой игрок подхватит шайбу. Но есть все на месте. Пробиваемся вперед. Макдэвид. Финтит. И тут передача. И хорошее завершение шайбы. Шайбу взял, покрутил. И мы выходим вперед. И соперник берет тайм-аут. 5-4. Вот так. Там не забил, я забил. И у нас 5-4. Макдэвид. Состав посмотрим соперника. Ортар. Мерзликин. Руис. После таких тайм-аутов преимущество, да, у того, кто берет. Но будем надеяться, что будет все нормально у нас. Мэтьюс, две шайбы. Да, вот Мэтьюс. Макдэвид. Нашу команду тянут вверх. Забивает шайбы. Открывается где надо. Вот хорошо прошел Финт. Передача и завершение. Сыграла на нашу пользу. И вот взял соперник тайм-аут. И получилось, что наоборот он пошел мне пользу. И у нас уже 6-4. И Макар завершает. И смотрим сейчас наоборот в мою пользу все пошло. Значит, смотрите, что творится. Уже все летит. Вот тебе и чудеса игры. Вот я смотрю на этот матч. Вспоминаю. Думаю, вот это да. Макар две шайбы забил. Я думаю, защитник две шайбы забивает. Распасовки потом от синей. И кто-то проигрывая уже ведет в счете. Вот это игра, которая иногда бесит. Что где-то соперник может в какой-то момент что-то не попасть в ворота. А потом все переменится и сыграет. Что, пробуем разыграть? Нет, не проходим. У нас это... Сколько моментов таких есть выходов в ноль. На тренировке получается. В онлайне, как всегда, все печально. Ну, пока хочу сказать, что минута сорок и мы ведем три шайбы. 48 секунд. Соперник входит в зону. Стоит за 30 секунд. Сейчас будет пробовать с защитником, если не ошибется. И пробивает. Вот видим, пятая шайба. Вот тут нас уже Марстром не спас. Ну, это должна быть победа. Остается 15 секунд. Ну, хоть концовочка такая, что... Если была бы одна шайба, еще бы и соперник забил. Ну что, 12-ая победа. Ну, и мало очков дали. Что, 12-ая победа в топ-500. И это радует. Ну, вот у Макара две шайбы у нас. Макдэвида и Байкеса у нас тоже в команде. Вискрейтинговые игроки сыграли большую роль в победе. И я думал, что тут... Ну, я думаю, очков бы у меня очень как много забрали бы. Ну, ты крайний матч. Посмотрим статистику. Только, я так понимаю, доигрывал там, наверное, пять матчей завершить. Ну, до этого вот видим, что он как бы и выступал так, что поражения были. И показал во втором периоде, как показано, что, возможно, это что-то вот помогло ему. И я мог бы проиграть. Ну, все, забываем этот матч. 12-ая победа есть. Я сам не ожидал, что в этом ключе я достарался всего на 10 побед. А тут, можно сказать, и везенник Андрей Тихий говорил, что как соперники будут. Ну, скажу так, что... Сыграл я концовку с четыре матча на позитиве. В плане того, что не было такого... Да, я их выиграл. Вот эти там три матча, да. Три матча выиграл. Один до этого проиграл, да. После того, как... Как сказал Сергей Фугель. Немецкий чех. Который чех-аут. Четырнадцать побед сделал до этого. После него три матча я выиграл. Ну, как-то и думаю, нифига себе. Двенадцать побед. Я даже и не мечтал об этом. Все-таки большую роль играет и отбор соперников. Может быть, то, что вот эти очки, которые идут с победами, они тоже дают возможность... Если ты выиграл игрока, тебе дали 6-3, или 6-3 очка, тебе могут даже соперника не дать, хотя у тебя побед больше. Ну, вот такие вот моменты игровые. Анализируем. Ищем соперников. И ждем крайний матч. Да, поиск большой. Ну, в плане мало кто играл, наверное, но... Я все-таки дождусь его соперника. Иди сюда. Так. Сегодня я планирую стрим по Райлосу. Соперник нашелся после обеда, как видит это видео. И я поиграю в Райлос. Так вот, что крайний матч нашего видео. Тоже смотрю название команды. Какие-то черточки. Думаю, что-то такое может быть и не сильное. Соперник. Сразу будем посмотреть по выбрасыванию. Если выиграю, значит, все хорошо будет. Через центр. Вот помните, как я говорил, через центр. Если соперник... Вот тут не получилось. Если соперник бросается на тебя, пробуй через центр. Если он стоит, значит, надо через фланги идти. О, и сразу же, смотрите, как начинается у нас шайба. Первая шайба 1-0. Овечкин. Уже опять прыгну. Выигрываю вбрасывание, предположим. И смотрите, он бросается на меня. Сразу центр Мэтьюса. И надо продолжать, продолжать. Так, заходит в зону. Будет ли быстро? Не. Вот, молодец. Макстром помог нам. Ну, как-то все быстренько, живенько у него. Овечкин. Алекс Овечкин, Дима, изучи, изучи. Я не знаю, сколько учить надо, но я просто корярец по выходу в ноль. Сколько было моментов выигранных. Ну, как-то живенько у него все бегается пока. Ну, что здесь? Ага, хотел сыграть. На Мэтьюса, но шайба не попала. Говорится, если не получается разыграть, надо пробовать другой способ. Вот, щелкает тут. Маркс, ром на месте. Что здесь будет? Через защитников. На щелчок. Нет. На отбор ты потеря. Но эта потеря может привести к шайбе. Маркс, ром на месте. И тут я ошибаюсь. И как я ошибся на пятак дал. И соперник сразу же забивает. Так, попробуем опять менять стратегию. И вспоминаю прошлый матч. Середина уже первого периода. 1-1. Ну вот, не получается у нас. Лафлёр. В дермзоне. Какой-то бросок непонятный. Силовым. Прижимаем. Длинная клюшка на месте. Вдоль борта. Так, лафлёр. Я знаю, что соперник очень клюшкой тыкает. Я поворачиваюсь ЛДО. И соперник удаляется. Вот это я хочу сказать, что заметил за этим соперником, что очень тыкает сильно. Но бросание у нас не пошло. Где-то в защите, если вас не получается забрать. Вот повезло. Штангу попалась. Защита не получается забрать. Силовым надо пользоваться. Бортику пережимать треугольником. Вот я пробую опять спровоцировать его. И опять... И ответочка. Штанга. Держимся в зоне. Да, потеря. Если не уверен, что шайба вратарём не словится, лучше не включать маного вратаря, не переключаться, не забирать. Это можно накосячить. Так мы тут... Клюшечка. Пробуем. Но у нас уже заканчивается время. И мы не использовали равные составы. Ну, тут сказать, что соперник бы... Такой ух... Крепкий такой, что бой даст. Не супер парень, но... Будет непросто с ним. Играть умеет, как говорится. Вот я пробую опять спиной подключаться, чтобы он нарушил... Вот это передача! Не замыкаю я. Такое нервно было. Первый период у нас скоро заканчивается. Вот пробуют пробить, чтобы Маркстром ошибся. Или на добивание. Все способы статистику поднимают. А я как всегда спиной поехал, чтобы он нарушил. Проехал. Передача и тут кофе не замыкает. Ну что, две минуты до конца первого периода нашей битвы. Крайний матч. Ну что, 13-я победа. Или седьмое поражение в основное время. И хорошо здесь разыграл Иван Грецкий 2-1. Вовремя я поставил статистику на Фланкову в сегодняшней серии этих двух матчей. Хорошая-хорошая у нас концовочка. Мы смогли отыграться. И забиваем шабу. И выходим вперед. 2-1. Подходит к концу. Первый период. Как-то я так в этот момент плохо сыграл. И все, завершается. Перерыв. 32 было. На стримах 40 получается. С полосой диаграммы. Второй период. Мы выигрываем. Выталкивая. Финтим. Да, вот с силовым сразу чик. Подхватывай защитник. Макдэвид. Пробуем сразу натятку, но теряем терезащитника. Держим в зоне. Тоже на терезащитника сразу на противоход. И лупим. Нет, не получается. Ну тут. Защита. Вот тут я нарушаю большинство соперника. Ну как-то я хочу сказать, что да, возможно. Все-таки большую роль играет подбор соперников. И не знаешь, как лучше все-таки играть. Или... Ну все-таки я думаю, что играть лучше, наверное, частями. Там сыграл половину матчей. Вот когда я играл в пятницу. Потом в воскресенье сыграл. И два матча на понедельник оставил. Ну и скажу, что в воскресенье более-менее соперники были не такие уже кровожадные, которые уничтожают же сразу. И... Ключами, финтами и так далее. Вот тут нам спасает. Реально спасает штанга. И Макстром молодец. Шайбу фиксирует. И она не залетает от него. Как хорошо это было все. Вот эти все нюансы приводили к тому, что мы начинали нервничать. Особенно я. И плеваться. И ругаться. Макстром помог. В этом, скажем, матче Макстром выручал хорошо. Тут ошибка. Выход зоны. Вот видим, что соперник начинает заниматься фигней. Мне как-то, я говорю, даже не верилось, что у нас пока все получается. Пока ведем, ведем в счете. Вот видим, сейчас соперник опять не взял и я укрывал корпусом. И удалился. Да, держим шайбу, поворачиваемся в спину, издеваемся. Понимая, что он будет тыкать ей клюшечкой своей. Тут ухорошо момент передачи. И гол. Хорошо здесь разыграли. Прикрыли корпусом. И большинство. 3-1. И понимаешь, что соперник я поворачиваю спиной. Понимаешь, что соперник опять может удалиться. Хотел попробовать с бэхэнда, но врезался игрок. Так, мы в зоне крутимся. Я так понимаю, что пока все хорошо. 3-1. Наше преимущество. Ой, тут сразу же середина второго периода и уже 3-2. Думаю, ё-моё, что-то где-то я расслабился. Так. Комбэк будет. Пойдем за ворота. О, и соперник сбивает нас. И большинство у нас. Надо зафиксировать его. Забитой шайбой. Щелчок мажется там на месте. Вот эти моменты, когда реально ловит ворталь. Даже такие щелчки. Бывает, и ловит. Так, мы выбрасываем вдоль бортика. Вот и опять сейчас будет тык-тык. И проехали. За воротами. Передача и... Большинство. 40 секунд. Вот тебе и меньшинство, что соперник с шайбой. О, грецкий. Бросок. Были два варианта у нас. И опять можем сейчас попробовать его спровоцировать на удалении. И видите. Что, берет тайма отца или что он там психует? Вот этот момент. И потеря. Я думаю, да, да, ну нафиг. Тринадцатая победа просто. Я так захочу не заканчивал, чтобы вот еще... Так все получалось. Это думаю, все-таки он торопился, чтобы доиграть. Понял, что тут. Или, ну как тут. Не разрыв же, но. Ну все. Ну еще 109 очков. 1413. И мы. Ну, как сказать, успех. Я считаю, что успех. Кто-то скажет, что он хотел 15 побед, 16, а сделал всего 13. Он скажет, я, увы, недоволен. Но я даже не ожидавший, я хранил эту серию. Я негативно относился к этому хэчу. Казалось, что вот так надо себя настраивать на худшее. Ну, не психовать, как говорится. А 13 победа. Ну, в этом хэче. И мы завершаем на такой позитивной ноте наше видео. Поэтому считаем успешно. Вот таки мой, поход, 13-30 сезон. Так что, парни, встретимся на наших стримах. Всем пока. С вами был Димон на первом игровом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok